Дорогие друзья, здравствуйте. В сегодняшнем видео хочу закончить подведение итогов первого года моего массового розоводства. Мы много лет выращиваем розы на участке, ведь это королевы сада, от которых невозможно отказаться. Но считали, что поскольку живем в Сибири, наше дело это скромные кустики салтая, которые в конечном итоге со временем гибнут, ну и несколько удачных сортов, с которыми нам просто повезло. Однако, начав прокачивать эту тему, я поняла, что это не так, и есть люди, которым в схожих условиях удается выращивать прекрасные розовые сады. Я пока на этом пути и мне рано раздавать ценные советы, но могу сказать, что применяя и адаптируя рекомендации, например, таких прекрасных женщин, как Татьяна Сибгатулина и, к сожалению, безвременно ушедшая в мир иной Галина Владимировна Баскакова, уже получая результаты. Их каналы – это кладезь полезной информации. Благодаря им даже старые розы мои в этом году преобразились. Кстати, имена они сегодня перед вами на экране. Поэтому лишь тезисно пробегусь по теме. Болезни и вредители. От них никуда не деться. Даже в молодом розовом саду они неизбежны. И если вы планируете серьезно увлечься розами, вам придется изучить эту тему и завести настоящую аптечку для сада. Поверьте, у меня она гораздо больше, чем семейная. Розы нравятся не только нам. Раньше я даже не представляла, сколько желающих их сожрать. Поэтому важнейшее условие здоровья сада – это профилактика. Обязательная обработка при получении и системные обработки в течение сезона. Пусть, если ваш сад здоров, это будут не тяжелые биологические препараты. Но делать это придется. То же самое с подкормками. Конечно, просто раз в году, добавляя стакан перегноя, мы тоже получим цветение. Но цветение цветению розы. Розы, как и гортензии, большие прожорки. Поэтому придется изучить основные принципы подкормок. Ну и вы уже поняли направление моей мысли второй частью садовой аптечки, станут различные удобрения. Препаратов множество. Их выбор будет зависеть от вашего бюджета, способа, которым вам проще осуществлять подкормку и времени сезона. Например, мне было пока удобнее пользоваться для корневых подкормок один раз в сезон достаточно дорогим удобрением длительного действия осмокот и дополнительно к нему применять внекорневые подкормки и запрыскивателя, которые, кстати, чаще всего можно сочетать с обработками. Что касается сезонности, главный принцип удобрения с повышенным содержанием азота мы даем с начала сезона и до середины лета, а далее делаем акцент на послознокорейные удобрения. С августа же начинаем готовить розы к зиме. По подготовке роз к зиме, обрезать не обрезать, обрывать листья не обрывать, укрывать не укрывать, дебаты ведутся бесконечно. В стиле кто круче, лыжники или сноубордисты, это личное дело каждого. Но я обрезаю, обрываю и накрываю. Пусть я потрачу дополнительное время осенью, зато зимой моя нервная система будет спокойной, несмотря на каплизы погоды. Например, в этом году у нас была затяжная осень и обрезанные розы провели под укрытием лишний теплый месяц. Я переживала, что они пойдут в роз или что могут недостаточно питаться, ведь я ободрала все листья. Кстати, на этот случай сделала вывод, что несколько зрелых здоровых листьев при обрезке можно в зиму и оставлять. Зато, когда сразу и без снега у нас ударил резкий мороз под минус 25, я нервничала процентов на 25. А уж после того, как выпал снег и случились морозы в минус 47, я спала спокойно. Но в целом, конечно, выращивание роз – игрушка, требующая средств и времени. Я выбешивала своих друзей тем, что окопалась в саду и меня невозможно было никуда выпущить. Раздражала родных, заставляя их принимать активное участие в процессе, да и просто производя перемены в саду, так как розы начали отвоевывать все больше пространства. Бесконечные посылки – это отдельная тема. Мои коллеги уже смирились, что я вдруг все бросала и бежала на почту за очередной. Я очень благодарна всем этим моим любимым людям и надеюсь, что результат оправдает потраченные усилия и нервы. Ну а я со своей стороны постараюсь минимизировать труда и время затраты и уделять им больше времени. Равно как и вам, мои дорогие гости и подписчики, ведь создание видео тоже требует времени, но это так интересно. Поэтому присоединяйтесь, выращивайте со мной и с удовольствием! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!